В день памяти равноапостольного великого князя Владимира, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил божественную литургию в храме в честь святой великомученицы Екатерины Ростова-на-Дону. Не знаем, на небе мы были или на земле. Знаменитый возглас послов тогда еще языческого князя Владимира, увидевших православное богослужение в Константинопольской Софии. Более тысячи лет прошло с момента крещения Руси, а эти слова по-прежнему определяют то, что происходит во время божественной литургии. А ведь всего этого могло бы и не быть. Жестокий, злопамятный правитель Владимир, некогда боровшийся с собственным братом Ярополком и победивший его, язычник и гонитель христиан. А теперь в молитвенном пении его сравнивают с самим апостолом Павлом, таким же яростным и также чудесным образом преобразившимся. Князя Владимира, как и его прабабку княгиню Ольгу, называют равноапостольными. Благодаря им евангельское слово преодолевало пространство языческой Руси, притворяя ее в Русь христианскую. Действительно, апостольское умение. На многих иконах святой князь, просветителя Руси, изображается в одной руке с мечом, а в другой руке с крестом. Причем, если меч стоит и обращен в долг, то крест высоко поднят. Каждый человек, который обрекается властью, он также призван быть сдерживающим для многих неправедных деяний в окружающей жизни. Но крест Христов в силу божественной любви всегда преизобилует над силой человеческой власти. Если рассматривать его жизнь над историческим контекстом, то получается яркая иллюстрация христианской антропологии и богословия личности. Что происходило в душе языческого князя, какой монолог или все же диалог, неизвестно. Человек – неисчерпаемая загадка. Но судьбоносный выбор был сделан. Не общество движет историю, а каждая личность – единственная и неповторимая. В связи с этим встает вопрос и о собственной ответственности. Мы также видим многие и многие нестроения духовные и личностные, и общественные. И иногда с горечью и болью констатируем, что являемся не только свидетелями, но и участниками этих нестроений, чувствуя боль и тревогу в своем сердце. Мы должны в сегодняшний день запечатлеть для себя очень важную мысль, что, возвратившись к пути избранному некогда святым князем Владимиром, мы обретем ту внутреннюю силу, которая сможет обеспечить благотворное развитие нашего общества и каждого человека в отдельности. О силе власти, правде и вере в день памяти святого князя Владимира размышляли Екатерина Рачкова и Дмитрий Никулин. Дон православный.